Здравствуйте, Георгий Васильевич! Привет, Саверий Васильевич! Рад вас видеть! Мы приехали к вам по одному поводу. 311-я осень, с момента основания города. Как зиму будем переживать, как город будем согревать, как зарплату учителям, врачам выплачивать. Повестка дня принимается? Принимается. Утверждаем. Одно могу сказать, что жить будем неплохо. Это точно. Вот теперь этот тезис давайте чуть более подробно детализируем. Мы пригласили вас не случайно именно сюда, в Московский парк Победы. Потому что именно здесь рассматривается один из возможных вариантов организации самого, я считаю, священного музея для нашего города. Музея блокады. Вопрос о строительстве музея блокады Ленинграда можно считать решенным. Мы считаем, что это, наверное, музей не только сугубо ленинградский, это музей всероссийский. Мировой. Да, и мировой. В следующем году мы начнем проектирование. В 2015 году. В 2016 начнем строительство. И я думаю, что к 2018 году мы завершим это строительство. Важно, мне кажется, сделать действительно очень современный музей. Вот ключевое слово. Современный. Это было не просто... Да, очень современный музей. С точки зрения доведения материала, а материала у нас очень много, богатого материала, посвященного этим событиям трагическим в жизни города. Блокада, она живет и сегодня, она живет в нашей памяти, в наших сердцах, потому что мы потомки блокадников. И мне кажется, вот этот внутренний такой духовный трепет перед блокадой, это у нас заложено уже на генном уровне. Мы друг друга опознаем, знаете как, опознавательный такой... Да, генетический код такой. Да, свой-чужой. И я считаю, что тот человек, у которого в душе этого трепета нет, он не петербуржец. Он может здесь родиться, может сюда приехать и жить. Но если у него этого трепета нет перед блокадой, это не петербуржец. Это у нас в генах, это у нас в крови. Как я вас поддерживаю? Как я вас поддерживаю? В нашем городе уже, ну, практически более 100 лет, наверное, не было построено ни одного музея. Так, интересный факт. Слушайте, я даже не задумался об этом. Я считаю, что вот и здесь тоже историческая справедливость какая-то. Что первый за 100 лет музей, который город построит, будет музей блокады Ленинграда. Местоположение... Если говорить о местоположении, вы знаете, таких мест сегодня три. Это вот как раз район Парка Победы, сам Парк Победы. Здесь был кирпичный завод, который работал как крематорий. Самое страшное место. Это район Площади Победы, сами понимаете. Там шли самые тяжелые бои. За наш город. И район Пискаревского кладбища. Мы не торопимся с выбором места. Мы хотим все-таки, в первую очередь, учесть мнение ветеранов, блокадников. И, кстати, и по экспозиции, по концепции музея, по проекту музея, мы будем очень много работать с ветеранами, в первую очередь, с ветеранскими организациями, для того, чтобы действительно сделать очень правдивым. Очень правдивым. Правдивым. Пронзительным. Пронзительным. Честным. Честным. Честным музеем. Чтобы не было никакой фальши. Не для этого мы затеваем данную работу. Переходим к сегодняшним вопросам. На этой неделе бюджет Санкт-Петербурга на 2015 год уже попал в законодательное собрание для утверждения парламента. Что это за бюджет? Это бюджет уныния, это бюджет прорыва, это бюджет стабилизации. Я бы этот бюджет назвал не прорывом бюджетом, а бюджетом реальности. Но реальность неплохая. Все те социальные обязательства. Врачи, учителя, воспитатели детских садов. Все социальные обязательства будут выполнены. Почему? Георгий Полтавченко. Обязательства будут выполнены. Объясню почему. Потому что сегодня город, ну и государство в целом, и город обязаны, просто обязаны в первую очередь думать о тех, кто нуждается в поддержке. В этой связи мы не только сохраняем все те социальные льготы, которые были заложены ранее, мы еще их немножко расширяем. Ну, настолько, сколько нам позволяет реальный бюджет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты меня узнал? Ой, Юлия Дарвина, здрасте. Рад вас видеть. Я тоже рада. Вы замечательно выглядите. Конечно. Да, молодцом. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Если вот так вот запросто нашла, уважаемая. Это моя классная руководительница Юлия Дарвина Завельская. Я ее узнал. Ну, что значит, губернатор петербуржец. Везем, пиши в интере, подходит. Привет, привет. Как ты? Нормально? Ну, ты молодец. Пошел руку, пошла дальше. Ну, я надеюсь, никто ее специально не приглашал, нет? Нет. Хорошо. Социалкой понятно. Все. Это святое. Это фиксируется. Из бюджета вынимается. А дальше? А дальше все остальное. Дальше все остальное. 458, по-моему, расходы и 408 доходы. 50 миллиардов разница. Это критично, не критично? Это не критично. Это полностью вписывается в требования бюджетного кодекса. Город может спокойно заимствовать до 15% своего бюджета. Что теперь будет с линией метрополитена, с адресными инвестиционными программами, которые будут сокращаться? Насколько будут сокращаться? Бюджет развития у нас сегодня, к сожалению, мы можем себе позволить порядка 20%. Я считаю, что в нынешних условиях эта цифра неплохая. Если в деньгах это говорит... То есть 20% именно только на развитие пойдет? Да. Если говорить в деньгах, и в частности на так называемые адресные инвестиционные программы, то это порядка 86 миллиардов рублей. Сумма приличная. Метро. 13 станций до 2020 года мы... Вот вы эту замечательную, я считаю, идею так и не оставили. 13 станций до 2020 года. Я-то, честно говоря, думал, что уже все. Не-не-не, ни в коем случае. Нет, но, понимаете, город, он при всем, при том, он живой организм, он должен жить. А без инфраструктуры, в первую очередь транспортной, причем именно общество, развитие общественного транспорта, ни один город жить не может. Поэтому это священная корова, мы ее резать не собираемся. Мы основные средства сегодня выделяем на те объекты, которые можно будет ввести в 2015 году. Надо жить по средствам, стараться больше заработать и потратить деньги так, чтобы не было обидно за то, что они ушли в пустую. Вот, наверное, это главное. И это урок, урок, который нам дает наша сегодняшняя реальность. Кадровые какие-то перестановки, изменения, о которых так любят поговорить по-судачить журналисты. Вы, наверное, меня за три года узнали, я судачить не люблю. Ну, что можешь здесь сказать? Тем не менее, могу сказать, что правительство города, это не закостенелый какой-то вот такой механизм. Знаете, раз и навсегда вот его сформировали, вот оно работает. Все, и пока не забрадзовеем, не растолстеем, не зажиреем. Умеет человек работать, не умеет, хочет, не хочет, он сидит. Такого у нас не будет. Поэтому, конечно, будут определенные изменения в кадровом составе, в том числе и в правительстве города. Но я думаю, что эти изменения будут только на пользу. В рабочем, оперативном порядке. Итак, важный вопрос. Зима. Синоптики дают такой достаточно суровый прогноз. С тех пор, как я стал губернатором нашего славного города, для меня зима стала самым нелюбимым временем года. Но это действительно так, потому что она все время подкидывает какие-то неожиданности. В целом, я считаю, что подготовились неплохо. У нас выявлено 116 таких наиболее опасных на магистральных сетях мест. По итогам предыдущего периода, таких мест у нас было более 220. То есть определенное снижение есть. Это отнюдь не говорит, что можно успокоиться. Я вот как губернатор, понимаете, если я вам сказал, что я удовлетворен подготовкой к зиме, но я бы был не губернатором. И теперь ждать море погоды. Ну, это не жилье. Движение будет продолжаться. И количество жалоб почти 10 тысяч. Но в прошлом году, в этот же период, было почти 17. Есть какой-то сдвиг. Я, понимаете, опять же, я не любитель этими цифрами манипулировать. Но если бы это был, там... Но это факт. Одно-две, там, да, или там десяток. Но это не десяток, это уже больше. Поэтому есть понимание того, что все-таки мы, наверное, на правильном путь. Сегодня и наработан достаточно четкий алгоритм ликвидации аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций. Это ведь тоже необходимо. Что касается уборки... Соль-то меньше будем сыпать. Значит, можно у нас спросить. Соль, ботинки, тэк, ботиночки. Могу сказать, программа «Максимум» на этот год поставлена в два раза снизить солевую нагрузку. В два раза. Отлично. Прекрасно. Но, ну, сразу я хочу опустить всех на землю, и у вас в том числе. И сказать, если будут суровые погодные условия, если будут большие снегопады и снежные заносы, ну, мы этого, к сожалению, исключить не можем. То программа «Минимум» на 20% снизить... Да, снижение все равно. Ну, это все равно. А что касается реагентов, мы... Вот, альтернативу, да, давайте подумаем. Нет. Ведь дело в том, что химические реагенты, которые сегодня используют, они еще более вредные, чем соль. А вот такие варианты, как гранитная крошка... Гранитную крошку мы используем, но в основном и... В точечном адресе, да? В пригородах эта гранитная крошка, когда осуществляется скоростной режим движения, она, к сожалению, летит из-под колеса и не только портит машину, но может и разбить стекла. А вот у наших соседей, у финнов, ведь у них тоже на скоростных трассах, на основных магистралях гранитную крошку не сыпят. Вы работают и продолжаете. Вы не говорите, что вот только соль и все. Нет, нет, нет. Так, с теплом разобрались, с уборкой дорог разобрались, с жилищным комплексом. Вот региональный оператор капитального ремонта. Новая структура в соответствии с федеральным законодательством появляется. И, честно говоря, возлагаем мы, жители, 22 тысяч домов Петербурга, огромную надежду на то, что эта новая структура поможет нам как-то немножечко улучшить качество жизни наших домов. Мы со следующего года, наконец-то, приступаем к очень важной теме, связанной с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Это переход полностью уже под контроль регионального оператора, то есть нашего фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Что это значит? Вот сегодня у нас как дома проверяются кем? С инженерами жилищных служб районных администраций. Год из года он ходит и проверяет эти дома. Придет такой инженер к хорошему знакомому из управления, и скажет, как там у тебя на крыше-то все сделано. Да, хорошо. Петра, и все хорошо. Будем смотреть. Да зачем? На слово поверь. А там уже течь, а там уже кровля. А сейчас? А сейчас, с января этого года, всеми проверками будет заниматься региональный оператор. Они будут есть по разным районам города. Никто не будет закреплен за каким-то отдельным районом или тем более кварталом. Вот эти вот горизонтальные связи не формировались и не было на уровне. Да, все нормально. Все хорошо. Это, естественно, сразу качество. Конечно. Качество проверки увеличивает. Есть мощнейший инструмент, вот я так считаю. Это советы домов. Да. Которые по законодательству, ну да, вроде бы как бы и прав у них особых нет, но с другой стороны, возможности, ну безграничное, море. Жилищный комитет активно помогает создавать эти советы домов. Это не вызывает там особого энтузиазма у управляющих там. Конечно. Зачем им параллельно еще структура, они еще горлопаны, будут все ругаться, всякие недостатки обнаруживать. Что мне может дать этот совет дома? Контроль и понимание того, куда идут ваши деньги. Через совет дома вы получаете возможность проконтролировать и управляющую компанию, и ресурсоснабжающую компанию. Подрядная организация. Подрядная организация. Всех тех, кто ремонт делает у вас все. Насколько эффективно потрачены ваши деньги. То есть это очень действенный инструмент в руках. Надо об этом говорить, потому что мы еще, ну многие живем по старинке, по старинке, что вот мы ждем, пока губернатор Полтавченко с гаечным ключом не придет ко мне, эту кровлю, которую какие-то там прохиндеи, подрядчики мне неправильно сделали, не починят. Все, это уже другая реальность. Новый жилищный кодекс, новый законодатель, она уже абсолютно по-другому требует и какого-то другого отношения со стороны жильцов. Через те же самые советы дома. Да. Есть. Очень важная тема. Нет, тема важная. Она действительно для людей, она очень полезная. И последнее, народно избранный губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, что бы вы ему пожелали? 72-му руководителю Санкт-Петербурга с момента основания города. Вот что бы вы ему пожелали после 14 сентября? Сам себе? Да. Береги Санкт-Петербург и оправдай надежды тех людей, которые за тебя голосовали. Другого пожелать себе ничего не могу. Спасибо большое. Мы вам желаем удачи в вашей жизни и в вашей нелегкой работе. Спасибо большое.